Иисус «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Вот здесь немножко непонятно, зачем креститься Христу, который Сын Божий безгрешный. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, обращают наше внимание на то, что если бы Бог не стал бы человеком, то Он едва ли мог бы называться нашим Учителем. Потому что трудно, невозможно подражать Богу. Но когда Бог становится человеком, облеченным в ту же самую плоть, как и у нас у всех, и Он являет нам пример подлинной человеческой жизни, каждым своим действием Он чему-то научает нас. И придя на Иордан креститься, Христос научает и нас не пренебрегать таинствами и обрядами той традиции религиозной, христианской, которой мы принадлежим. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Иоанн Креститель не мог понять, зачем Сыну Божию надо креститься. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Всякая правда – это бережно относиться к культу и к любому культовому ритуалу. Как отец Павел Флоренский однажды сказал, вся разруха в церковной жизни от невнимания к культу. И человеку может показаться, что какое-то культовое действие лишено смысла, ему не надо через него проходить. На самом деле надо исполнять всякую правду. И Христос, который приходит креститься на Иордан от человека, Сын Божий приходит креститься, научая нас бережному отношению к любому ритуалу, к некой правде. Конечно, то крещение, которое совершает Иоанн Креститель, это не христианское крещение. Это иудейский обряд омовения, который очень подробно описывается в книге Левит, где сказано, если человек осквернится от чего-либо, то он должен совершить полное погружение в воду, и к заходу солнца он будет чистым. Но здесь поразительным является то, что в еврейской традиции чаще совершали такой обряд над евреями, которые длительное время жили среди язычников. И чтобы им смыть себя, как бы, оскверненность этих язычников, они должны, вернувшись из Рима или из Афин, пройти этот обряд погружения в миквы, то есть полное погружение в воду. Здесь поразительно то, что Иоанн Креститель совершает крещение над жителями Иерусалима, иудеи и окрестностей Иорданской. Этим самым он как бы им показывал, да вы хуже, чем язычники. Посмотрите на себя, вы говорите, что вы живете в святом городе, на святой земле. Но насколько это соответствует духовным, нравственным и моральным реалиям. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение и хитнины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. То есть мало иметь намерения креститься и мало иметь намерения покаяться, надо еще сотворить плод покаяния. И позже в христианской традиции апостол Иаков в своем послании будет настаивать на том, что вера не может оставаться мертвой, она должна быть верой живою, когда человек не просто верует, но и живет в соответствии со своей верой, принося определенные плоды веры. Далее Иоанн Креститель в своей проповеди подчеркивает, что происхождение книжников, фарисеев, саддукеев от благочестивых патриархов древности нисколько неспасительно для них. Мы можем иметь очень благочестивых предков, но если мы не подражаем их образу жизни, то скорее их благочестие обличает нас, чем нежели помогает нам. И он прямо говорит, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. То есть нельзя жить заслугами предками, надо подражать жизни благочестивых предков. И далее, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. А что это за камни? При любом скоплении народа должны были присутствовать римские центурионы, которые следили за порядком. И предание устанавливает, что в этот момент он указал рукою на этих язычников и сказал, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих, то есть люди, которые язычники, это как камни, воздвигнуть детей Аврааму. И Петр в своих посланиях позже запишет, что некогда не народы станут народом Божьим, когда через проповедь Евангелия новыми детьми Авраама будут становиться греки, римляны, скифы и варвары. Далее Иоанн Креститель говорит о грядущих судах Божьих. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною, то есть Христос, сильнее меня, я не достоин, понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Что значит Духом Святым и Огнем? Отцы в некоторых случаях объясняют так. Духом Святым были крещены апостолы в День Святой Пятидесятницы, а крещение огнем – это те суды Божьи, которые движимы на нечестивых. А у Андрея Кисарийского мы читаем, что огненные языки и огонь наказания – это один и тот же огонь Божий, но для одних он является источником радости, как для апостола в День Пятидесятницы, а для других этот же огонь является источником мучения, когда грешники окажутся в аду. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. «И всех глаз с небес глаголющий, все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». День крещения Господня также называется в православной традиции Днем Богоявления. Почему? Потому что в этот день человек, Иоанн Креститель, созерцал тайну Святой Троицы. Он видел Сына Божия, который стоял в струях Иордана особо, он видел Духа Святаго в виде голубином, который порхал над головой Сына Божия особо, и из осеняющего облака слышал глаз Бога Отца, который свидетельствовал особо о Сыне Своем». То есть Иоанн Креститель – это первый человек, который исподобился созерцать тайну Богоявления. Как в сотворении Первого мира участвовали все лица Святой Троицы, Бог Отец створил мир через Своё Слово, то есть Сыном Логосом, и Дух Божий носился над водою, так и при начале мира Церкви, христианского мира, мы видим Сына, стоящего в струях Иордана, созерцаем Духа Святаго, носящегося над водами, как при создании мира, и слышим глаз Отца Небесного. Теперь надо обратить внимание на этот глаз, «Сея Сын мой возлюбленный, в котором Моё благоволение». Второй раз Бог Отец засвидетельствует так о Своём Сыне на горе Фавор, но там будет дополнение, те же самые слова с дополнением следующим «Его слушайтесь». Почему здесь нету этих слов? «Его слушайтесь», потому что Христос ещё не начал проповедовать, ещё не было на горной проповеди, а когда к моменту преображения уже будет множество притч Иисуса Христа, множество Его наставлений и величественная на горной проповедь, там Бог произнесёт те же слова, «Сея Сын мой возлюбленный, в котором Моё благоволение, Его слушайтесь». Здесь этих слов нету, потому что Христос только выходит на общественное служение и проповедовать Евангелие Царства, Он будет только тогда, когда узнает, что Иоанн Креститель взят под стражу. Спасибо всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok